привет друзья все больше появляется информация побочных и нежелательных эффектов витаминов микроэлементов и бадов которые на первый взгляд кажутся безобидным и очень полезным я не один раз касался этой темы приводил данные научных исследований об опасности передозировки витамина d селена цинка витаминов е и c опасность не бросается в глаза как при передозировке медикаментов не знаешь откуда ее ждать существует сложность объективного контроля за уровнем конкретного витамина в организм и как правило никто регулярно этим не занимается никто не контролирует но очень частое мнение популярное попить полезную добавку или витаминный комплекс это может долгосрочной перспективе привести к опасным процессам сегодня я познакомлю вас с новыми данными исследования об опасности превышения таких полезных омега-3 полиненасыщенных жирных кислот к чему может привести неконтролируемый прием этих добавок сообщение об этом исследовании совсем свежие 6 января 2022 нового года поэтому смотрим а потом порассуждаем вообще о жировом обмене и конкретных каких-то рекомендациях и выводах которые могут нам в практике в жизни помочь вот эта статья может ли высокая доза омега-3 увеличить риск фибрилляции предсердий фибрилляция предсердий это неконтролируемое сокращение предсердий с частотой от 250 до 700 ударов в минуту который имеет еще другое название как мерцательная аритмия само по себе это и весь часто встречающиеся но если это не переходит фибрилляцию желудочков не дай бог фибрилляция желудочков это смерть это требует где фибрилляции вот фибрилляции предсердий не так опасно но тем не менее если она часто повторяется то она может приводить к негативным последствиям для гемодинамики добавки омега-3 жирных кислот имеют неоднозначные результаты в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний но исследование уменьшения сердечно-сосудистых событий с помощью и коза пентэтил интервещен trial reduce айти продемонстрировала сильные положительные результаты для высоких доз и коза пента и тела профилактики сердечно-сосудистых заболеваний то есть препарата из и коза пента и новой кислоты новые данные о риске фибрилляции предсердий у пациентов принимающих добавки морских омега-3 жирных кислот пишет доктор альберт и его коллеги в этом сообщении баланс рисков и выгод то есть что лучше принимать не принимать насколько выгода организму существует или наоборот риск поскольку польза от омега-3 жирных кислот зависит от дозы связанный с этим риск фибрилляции предсердий должен быть сбалансирован с положительным эффектом на атеросклеротические сердечно-сосудистые исходы предполагают они то есть все мы знаем что но во всяком случае нас в этом убеждают что приема омега-3 жирных кислот улучшает прогноз развития атеросклероза профилактирует атеросклероз и уменьшает риск различных сердечно-сосудистых смертей в виде эксцессов таких как инфаркт миокарда или инсульт риск развития фибрилляции предсердий увеличивается с возрастом и чаще встречается у мужчин чем у женщин дополнительные факторы риска включают повышенное артериальное давление ишемическую болезнь сердца сердечную недостаточность пороки сердечных клапанов ожирение и диабет применение и козапента этила ассоциировалась с незначительным увеличением риска большого кровотечения я хочу добавить что прием для мега-3 кислот может сопровождаться повышением кровоточивости ну такой капиллярной кровоточивости десен например или какие-то носовые эпизоды кровотечения так вот незначительное увеличение риска кровотечения отмечают исследователи и значительным увеличением риска фибрилляции предсердий текущий метаанализ показывает что добавки морских омега-3 жирных кислот как в низких так и в высоких дозах связаны с более высоким риском развития фибрилляции предсердий согласно метаанализу этих исследований прием высоких доз жирных кислот омега-3 из морепродуктов более 1 грамма в день внимание более 1 грамма в день может повысить риск фибрилляции предсердий исследователи отмечают что семь целых восемь десятых процентов почти 8 процентов взрослого населения сша это почти 19 миллионов человек принимают добавки с рыбьим жиром и омега-3 часто без ведома лечащего врача ну как же населению внушают это полезно это полезно надо пить и их пьют и тем не менее литература о влиянии добавок омега-3 жирных кислот на сердечно-сосудистые исходы неоднозначно результаты показывают что не может быть прямого ответа на вопрос полезен или вреден рыбий жир при фибрилляции предсердий вместо этого ответ может зависеть от дозы то есть вот мы запомним что говорили они об одном грамме в день при превышении повышается риск развития нарушений сердечного ритма всего всем испытаний было включено восемьдесят одна тысяча двести десять пациентов большая группа средний возраст 65 лет про 39 процентов женщин и так далее то есть все они больше одного грамма добавки в день принимали средний взвешенный период наблюдения составил 4,9 года почти пять лет наблюдали и в целом употребление омега-3 жирных кислот было связано с повышением риска фибрилляции предсердий на 25 процентов это очень существенная цифра очень существенные каждый четвертый у него повышался риск фибрилляции предсердий вопросы о сердечно-сосудистой кислот и высоко дозированного продукта эйкозапентаеновой кислоты он называется эйкозапентетил васцепа вновь всплыли в ходе исследования стренд которое было представлено на недавней виртуальной конференции американской кардиологической ассоциации в исследовании стренд не было выявлено положительного влияния на чистоту сердечно-сосудистых событий комбинации высоких доз эйкозапентаеновой и докозадегексоеновой кислоты дгк в новом фирменном продукте эпанола то есть препарат из двух этих кислот омега-3 не было выявлено положительного влияния на сердечно-сосудистые болезни вот этими эксцессы это очень контрастирует с положительными результатами прошлогоднего исследования reduce айти который показал 25-процентное снижение относительного риска основных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий при использовании высокодозированного очищенного продукта и козапентетила как видим данные очень противоречивые одни говорят о 25 процентной пользе по снижению сердечно-сосудистых острых эксцессов другие не отмечают никакой разницы не находят положительных эффектов а третье говорят о 25 процентном риске повышения фибрилляции предсердий ну что делать кому верить никому не верить выбрать для себя индивидуальную реальную стратегию как говорил мюллер в исполнении леонида броневого в известном фильме 17 горе невестник верить нельзя никому мне можно так вот мужчинам старше 35 40 лет ежегодно нужно знать свой липидный спектр если есть дисбаланс в сторону повышения холестерина либо протеидов низкой плотности триглицеридов пить намеренно большие дозы омега-3 бесполезно они не выровняют этот дисбаланс сначала надо нормализовать вес приблизиться к своему индексу массы тела оптимальному смотрите недавний мой ролик там есть эти цифры каким нужно стремиться и не имеет смысл пить больше одного грамма в день так как все побочные нежелательные эффекты отмечаются при дозе превышающий один грамм в сутки я говорил уже о том что надо с осторожностью относиться к любым модным направлением и течением диетологии и нутрициологии очень часто это связано просто с рекламной стратегии для повышения уровня продаж конкретных компаний эта стратегия может быть рассчитана на несколько лет мощнейшие финансовые структуры финансируют не только рекламу но и научные исследования с прогнозируемыми и выгодными для производителей результатами я никому не навязываю свою точку зрения но может в чем-то повторюсь недостаток витаминов и минералов легко еще раз повторяю очень легко устраняется разнообразным питанием а возможные излишки легко также легко исправляются голодными или разгрузочными днями давайте сейчас поговорим кратко какие превращения происходят в организме с жиром после приема его с пищей вот жир из пищи под действием желудочные липазы это фермент который расщепляют его в желудке и 12 перстной кишке разбирает его на моноглицериды такие моножиры и свободные жирные кислоты и потом они эмульгируются превращаются в эмульсию под действием активной перистальтики желудка и панкреатической липазы то есть поджелудочная железа еще ли свою липазу добавляет я же механизма обеспечивает высвобождение холестерина из его эфиров которые содержатся в пище и вот эти уже расщепленные моноглицериды свободные жирные кислоты свободный холестерин затем солибилизируются группируются под действием не цел желчных кислот 12 перстную кишку на жиры выбрасывается желчи с печени и все вот это вот сгруппированное смещается к микро ворсинкам кишечника где происходит их всасывание вот этих вот таких хиломикрон ну то есть жировых микроскопических капель состоящих из моноглицеридов свободных жирных кислот и холестерин и вот попадая в эти энтероциты то есть кишечные клетки моноглицериды и свободные жирные кислоты объединяются в три глицериды и вместе с холестерином упаковываются вот в эти хиломикроны такие крупные липопротеины хиломикроны переносят три глицериды и холестерин из энтероцитов из кишечных клеток по лимфатическим мельчайшим сосудиком в кровь то есть вот эти объединенные упакованные жиры с три глицеридами и свободными жирными кислотами хиломикроны поступают в кровь в итоге келезная сыворотка вы знаете что это такое врачи лабораторной диагностики знают это белая мутная сыворотка если человек недавно поел жирную пищу когда вы сдаете кровь вот у вас набирают кровь из периферической вены в пробирку потом ее или центрифигирует или она просто стоит и все клеточные элементы крови то есть эритроциты лейкоциты тромбоциты моноциты и прочие они оседают или от центрифугируются вниз сверху остается жидкая часть крови она должна быть прозрачной светло-желтого цвета а вот белая мутная сыворотка это сыворотка или плазма крови что одно и то же заполненная жировой эмульсией это вот как раз эти хиломикроны которые всосались из кишечных клеток через лимфатические пути попали в кровь и это встречается сплошь и рядом кровь густая вязкая в мелких артериях она течет медленно это и есть гиперлипидемия или повышенный уровень жира в крови представьте как такая кровь может эффективно выполнять свои функции в мелких артериях и капиллярах вы видите ее да это белая эмульсия по сути дела и если человек ест бесконечно даже скрытые жиры которые находятся в фастфуде которые находятся в современных кондитерских изделиях вот представьте себе на протяжении всего дня у вас такая хилезная сыворотка крови это постоянно действующий атерогенные факторы то есть факторы которые вызывают атеросклероз отложения бляшек в артериях и уплотнения их стенок и теряется эластичность на то есть артерии не могут расширяться когда нужно прибавить кровь не могут сужаться когда нужно уменьшить кровь из этих хиломикронов в конечном итоге с помощью ферментов опять же преобразуется в триглицериды жирные кислоты и глицерин которые поглощаются адипоцитами то есть жировыми клетками где бы они не находились в подкожном жире или вокруг внутренних органов и между мышечными клетками и либо используется для получения энергии если мышцы работают посмотрите лекции профессора силуянова это спортивного физиолога он там про эти микрогранулы жира между мышечными волокнами очень хорошо рассказываю либо если мышцы не работают все эти жировые элементы и фракции идут в запас остатки хиломикронов вот которые содержат холестерин затем поглощаются еще и печенью где гидролизуется в процессе опосредованным там апопротеином е и дальше происходит следующее да еще нужно сказать о том что у нас же кроме того жира который мы едим есть уже свой который мы накопили в результате питания углеводами и жирами так вот эндогенные липиды то есть жиры которые внутри нас находятся также либо протеины синтезируются в печени из поступающих в нее вот этих эндогенных три глицеридов и холестерина печень синтезирует холестерин и эти три глицериды тоже циркулируют в крови пока они также не погладятся не поглощаются периферическими тканями мышцами или печени их не утилизирует вот но постепенно печень перегружается этими жирами образуется так называемый жировой гипотоз или жирная печень это вот фуа-гра когда гуся там принудительно напичкивают круглосуточной едой и не дают ему шевелиться у него раздувается жиром печень потом она становится очень вкусная и и поедает чтобы уже своя собственная человеческая печень также раздувалась от этого вкусного и прекрасного жира так вот перегруженная жирами печень пытается освободиться от избытка этих жиров и начинает синтезировать вырабатывать липопротеины очень низкой плотности они синтезируются в печени переносит триглицериды холестерин в периферические ткани и вот эта продукция липопротеидов очень низкой плотности или плохого холестерина это способ освобождения печени от избытка триглицеридов образующихся в ней из свободных жирных кислот плазмы и остатков вот этих хиломикронов и с увеличением уровня свободных жирных кислот в печени синтез вот этого плохого холестерина возрастает и как это происходит и при потреблении жирной пищи или в тех случаях когда жировая ткань свое собственное может высвобождать свободные жирные кислоты напрямую в кровь этот механизм известен при ожирении и при сахарном диабете то есть прям из жировых депо выбрасываются свободные свободные жирные кислоты выбрасываются прямо в кровеносное русло и вот здесь есть ключевой момент который нужно очень хорошо уяснить всем если есть ожирение даже небольшое или повышение индекса массы тела выше тех цифр про которые я говорил в соответствующем ролике так называемый полезный прием омега-3 или других так называемых полезных жиров не изменит никак существующий дисбаланс печень будет стремиться освободиться от избытка свободных жирных кислот путем синтеза липопротеинов очень низкой плотности и при отсутствии дефицита калорий если орган человек привык есть свою норму и не хочет от этого отказываться в привычном питании часть свободных жирных кислот будет отправляться в ткани то есть человек будет продолжать накапливать жир в подкожной клетчатке и около внутренних органов все факторы этого склероза будут очень высоки то есть состояние избыточного индекса массы тела пить омега-3 с целью снизить вероятность атеросклероза бесполезно поэтому и данные исследования противоречивы почему риск фибрилляции предсердий выше при высоких дозах омега-3 а исходный уровень липидного обмена какой у этих людей был если есть избыток добавлять полиненасыщенные полезные свободные жирные кислоты бессмысленны сначала нужно пройти голодание или дефицит калорий любой со спортом или без него и активировать липолиз распад своих собственных жировых запасов нормализовать индекс массы тела а потом уже включать питание с полезными жирами не забывайте что избыток жира это источник эстрогенов то есть женских гормонов чем больше уровень триглицеридов и липопротеидов тем сильнее инактивируется подавляется свой собственный тестостерон даже если его уровень достаточный но зато есть viagra так ведь да у нас сосуды плотные деревянные не могут расширяться эрекция стоит не стойкая короткая неэффективная ну таблеточку выпил и принудительно расширились артерии пока еще не могут расширяться но потом обязательно наступит тот момент когда они уже перестают расширяться вот но есть еще и ситуации когда бывают худые мужчины с нормальным индексом массы тела но с атеросклерозом и дисбалансом жирового обмена есть такие особенности метаболизма у худых которые не могут набрать массу едят практически без ограничений часто обнаруживается плохой холестерин ближе к верхней границе или даже превышающие эту верхнюю границу то есть факторы атерогенности тоже высокие и вот при таком метаболизме изменить это можно только повышая объем мышечной массы а именно силовыми упражнениями в комбинации с умеренными аэробными на фоне правильного питания то есть много белков для роста мышц высокобелковая пища с ограничением жиров и обилие овощей и фруктов и мышечная масса вырастет неизбежно на фоне нагрузок а с ней и вес увеличится и нормализуется показатель жирового обмена другого пути просто не существует заметьте что не я ученые из разных стран все больше обращают внимание на опасность передозировки бадами и витаминами моя задача познакомить вас с этим как отнестись это ваше дело я давно для себя решил эту проблему исходить из местной ситуации максимально просто и дешево омега-3 для меня источник это жирные сорта океанических рыб диких имеется ввиду не фермерского разведения простые сельдь скумбрия терпук минимум два раза в неделю а чаще три кроме того всегда льняное масло наших сибирских производителей она мне не нравится по вкусу горьковато и в салат его не добавишь но два-три раза в неделю столовую ложку просто глотаю перед приемом пищи еще а когда живу в стамбуле чурека ту я это масло черного тмина турки молодцы они давят масло из семян черного тмина прямо на рынке стоит мешок с семенами и такая машина до вилка типа шнековой мясорубки прям туда засыпают семена она тут же выдавливает масло холодного отжима в нужном для тебя объеме прекрасное замечательное масло кроме того два-три раза в неделю грецкие орехи миндаль и все вместе взятое вполне достаточно для восполнения нужд в омега-3 так вот прежде чем попить полезные таблетки без контроля и меры попробуйте проанализировать свой рацион питания и образ жизни в течение недели каждый день меняйте источники белка нежирное мясо птица творог яйца рыба морепродукты ежедневно в каждый прием пищи цветные овощи и фрукты и помните что любое однообразное питание ведет к дефицитам то есть недостатку каких-то пищевых компонентов а чем разнообразнее меню из простых доступных продуктов тем меньше вероятность этих дефицитов а борьба с возможными излишками это устраивать выравнивающие дни и периоды в питании голодные или овощные дни это своего рода перезагрузка обнуление помогает устранить все избытки один день в неделю на голоде или только на овощах и через месяц вы увидите результат ролик о салате смотрите думаю что впереди будут появляться все новые данные о небезопасности концентрированных добавок и витаминов это просто еще раз подтверждает тезис что лучше природных соединений ничего не придумать и периодически вот несмотря на это лобби огромное прорываются такие вот данные научных исследований которые говорят о том что не совсем то и полезны эти сверхполезные пищевые добавки а у вас был опыт борьбы с избытком жира напишите впечатления ваши и чем все закончилось так что пока жирный экономь деньги на продуктах на бесполезных пищевых добавках не надо их покупать худей это и есть самый главный вклад в здоровье сосудов хороший тестостерон и стойкую эрекцию отсутствие патогенных бактерий и грибов на слизистых и стойкий иммунитет вот это будет настоящий вклад здоровья жду вашей поддержки реквизиты в описании помогайте лайками для продвижения канала всем здоровья удачи и оптимизма пишите увидим